Следить за режимом и ограничивать время за гаджетами. Советы по самоизоляции для детей дала старший преподаватель кафедры детских болезней, заместитель директора мединститута Сургу Олеся Добрынина. Она отметила, что сегодня родители, на которых распространяются нерабочие дни, оставляют ребят дома. Плюс в дежурные группы в дошкольных организациях принимают не всех. Вместе с тем малыши, выпадая из привычного режима, который в садиках довольно строгий, тоже впадают в стресс. У них сбивается биоритм, потому что ребенок позже засыпает и поздно встает. Он ограничен в прогулках, выходить на улицу без необходимости врач не советует. Олеся Добрынина отметила важность проветривания квартиры. Продувать помещение желательно каждые два часа, минимум по 10 минут. Питание – это один из факторов, на которые дети очень остро реагируют. И недостаточность питания, несбалансированность питания, конечно, она будет сказываться очень тяжелым образом, в частности на физическом и умственном развитии ребенка. Поэтому в тот период, когда мы сейчас с вами ограничены в прогулках, пытаемся компенсировать это за счет все-таки регулярных проветриваний, а вот именно питание мы стараемся сделать полноценным, сбалансированным. И все-таки дети должны питаться обязательно 4 раза в день. Это то есть кратность должна соблюдаться, если ребенок остался дома. Если на улицу все же необходимо выйти, то специалист советует не пользоваться лифтом. На лестнице не трогать перила и стены. Двери открывать плечом или ногой, не забывать о дезинфекции рук. Олеся Добрынина обратила внимание на чрезмерный просмотр телевизора и долгое использование гаджетов. Полностью ограничить детей от мультфильмов и игр, наверное, тяжело. Однако она напомнила о сохранности зрения и нервной системы. Ребенок, который проводит в планшете слишком много времени, становится раздражительным и плохо спит. То же самое касается телеэкрана. Потому эксперт отметила важность перерывов в использовании электроники и сообщила, что 15 минут анимации или игр будет достаточно. Даже зафиксированы случаи, что возможно действительно такие состояния, как НРС. То есть ребенок находится в состоянии стресса и плюс еще дополнительная эмоциональная нагрузка со стороны различных гаджетов. Поэтому все-таки, уважаемые родители, я бы рекомендовала ограничить, максимально ограничить, а найти другие способы, которые можно сейчас при совместном времяпрепровождении все-таки использовать. Это чтение книг, лепка, рисование, все что угодно, на что у нас обычно не хватает времени. Продолжение следует...